Последняя печальная новость буквально сбила с ног всех артистов театра. Сегодня здесь даже не могут репетировать. Все обсуждают только одно, пытаются понять поступок бывшего коллеги. Более открытого и отзывчивого человека трудно представить. То есть человек, который нес в себе столько тепла, столько энергии, столько благородства. И, несомненно, таланта как музыкант. То есть я намного старше его, но учиться можно было, что начинающему музыканту, что мне уже солидно музыканту, было что от него взять. Я всю жизнь буду гордиться тем, что я эти 20 лет работаю таким великолепным музыкантом. Человек, он был хороший, конечно, но всем безумно жаль. А человек был замечательный цвет. Ну, музыкант. Этот музыкант от Бога. И я думаю, он немножко заболел летом. И это, конечно, результат его отношения к своей профессии. Он думал, может, он не сможет играть, у меня там ручки не имели, там ноги. Но он до конца еще не начал лечиться, а вот начинал себя накручивать. Он был тончайший душичный, тончайший. Андрея Шуркина искали целый день. В последний раз он не пришел на репетицию, и к вечеру стало понятно, почему сотовый телефон музыканта целый день был недоступен. В пять часов в театр пришли полицейские. И стало известно, что заслуженный артист Татарстана Андрей Шуркин свел счеты с жизнью, повесившись прямо в оркестровой яме. Известно, при нем была обнаружена записка. Ну, там говорит, что люблю, там немножко прочитал милиционер, люблю, прощайте, извините, вот что-то такое вот. Ну, к семье обращался, наверное, это записка. Тяжелый утрат, тяжелый утрат. Похороны уже состоялись, и теперь следствие выясняет все обстоятельства трагической смерти музыканта. Андрею Шуркину было 44 года, у него осталась жена и двое детей. Эльвира Шарафиева, Альфред Камилевский, Телеканал, эфир. Альфред Камилевский, Телеканал.